За время нашей работы на посту его руководителя администрации сельского поселения Барвикинского столкнулись мы с проблемой жителей, которую сейчас собираемся помочь им решить. Вот, говорят, власти не работают, не действуют. Ну как не действуют? Написали надписи протестные, приехали, закрасили надписи протестные. Здесь не все богатые, не все миллиардеры, поэтому для этим жителям мы сейчас поможем, собственно, подпишем письмо от имени администрации, администрации с нами губернатора Воробьева. Собственно, давайте прямо сейчас его и подпишем. Вот. Вот, мы будем жителям помогать сейчас и по домам пройдемся аварийным. Пригодится, все может быть. Если весь дом зарисовать оппозиционными лозунгами, покрасят весь дом. Что случилось, никто не приедет. А как написали, что нищие, обездоленные, так сразу приехали. Во! Сразу, вечером, ночью. Ночью приехали. Ночью приехали, быстрее закрашивали. У нас, кстати, 2-го числа будет митинг в 19.00 в поселке Борьево. Да, 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 мы собираемся, собираемся, приедем, приедем. Вот так вот. А вы говорите, не работают они, работают. Надписи закрашивают. Митинги пытаются запретить. Да, да. А что, митингов нет, надписи нет, все нормально. Вот проблема-то решена у людей на самом деле. Лучше понять, как бегали, чтобы дом расселить, а не надписи закрашивать. Расселить – это дорого, а вот надписи закрасить – это нормально. Что надо? Да. Нет, под расселение деньги выделены. И запугать. Программа принята, деньги запланированы. Но можно же украсть. Вот, правильно, нет. Для этого надо вообще не расселять. Тогда можно украсть. Ну вот, продолжение. Пойдем у нас. О признании аварийных подлежащих сношу жилищного дома. Номер 4 – это двухэтажный барак. Мы его здесь оглядывали, и сейчас опять туда поедем. Все, пошли. Все жители мучаются, обращаются. Прежний глава администрации не захотел признавать их аварийными, а мы признаем. Усово, дом 62. 500 метров от резиденции Валерия Ивановича Путина в Новоагадово, которая тоже относится к этой территории. Вот, смотрите, в 500 метрах, как живут у нас люди. Вот, далеко уезжать не надо. Такая разруха, покосившийся дом. Вот, провалившийся фундамент, сырость. И, смотрите, ну, он даже ниже этой стоит, там, спуск. И сам дом, посмотрите, какой его перекосило весь. Пойдем с жителя. Здесь вообще даже 62-й дом, нету канализации даже. Люди живут непонятно в каких условиях. Тоже подпишем. Одной из причин, кстати, увольнения потовчика было то, что он не выпустил распоряжение признания домов аварийными. Сейчас Демушкин Витрий Николаевич устранил это препятствие, так скажем. Выпустил распоряжение. Теперь мы проголосуем за утверждение бюджета. Так, вот подписал только что я по двум домам. Четвертый дом по адресу Московская область, Одинцовский район, поселок Усово, Тупик, дом 4. Даем распоряжение о признании дома аварийным. Дети пугаются, когда гудит, сотрясаются стены. Мы боимся, что просто потолок обвалится. Невозможно провести никакой ремонт, потому что двери, окна, во-первых, вкладывают деньги в это, потому что все рассыпается, все смещается, так скажем. Поэтому новая власть городская никуда не денется. Она будет обязана заниматься вашим расселением. Ну, второго же зла мы попробуем здесь, чтобы люди, может, мидинг проведут. Вот, ну, то есть, если какая-то помощь у нас нужна, мы всегда только за, с нашей семьей. Да, мы следим за вами, удачи. Спасибо, спасибо. 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 До свидания. Да, до свидания. Да, не за что. Пойдем дальше работать. Голубина, наверное, тут единственный, кто против расселения, да? Там еще Аверьянов есть, потом... И по дому 62. Это у нас тоже Московский область, Одинцовский район, село Усово. Дом уже 62. Это Демушкин Дмитрий Николаевич, новый исполняющий обязанности в тюрьковой недели администрации, вместо увольного потопчака, который, кстати, заперся в администрации и пытается через суд восстановиться на работе. Заверенную копию сейчас передаем, если что случится, когда наше местное окончательно закончится, в суде хоть смогли бы заставить городские власти признать дом аварийным и деньги выделить. В каком году он был поставлен? В 60-м году, в 50-м году. Он был построен вообще премиум на жилье для работников. Ну да, по-моему, 56-й год. Да, 56-й, по-моему, год. И для здоровья. У меня детский есть. Временное жилье для работников железной дороги изначально становилось. Так временное жилье. Вот, поедем, что строится. На первом этаже вообще жить не могут. Все продувается на сквозе. Нет, он дамит. Вот стоит он, на этого стоит. Вот туалет, посмотрите. Как подходят в туалет. Все жители. Это в 500-х метрах от резиденции Верховного Волокомандующего. Снимите туалет. Это мужской тоже. Путина? Конечно. Вот, соответственно, мы гербовой печатью все это еще скрепим.